Я довольно редко делаю видео реакции на ролики других фитнес-блогеров на ютубе Потому что в целом не вижу смысла в таком формате И он мне не особо интересен Но иногда появляются такие ролики, на которые отреагировать я просто не могу И когда я впервые увидел ролик Дикого Лося про три способа похудеть Честно скажу, что я не мог поверить, что в 2022 году Кто-то до сих пор может тиражировать мифы полувековой давности Причем ладно бы это был абы кто, но у человека почти 2 миллиона подписчиков А это значит... Чем больше силы, тем больше и ответственность И вот так вот безответственно на такую огромную аудиторию Кидать ничем не подкрепленную информацию Более того, противоречащую последним и даже не самым последним научным исследованиям Это очень и очень безответственный шаг И для меня это стало действительно большим разочарованием Тем не менее, я хочу сразу сказать, что у меня нет хейта по отношению к Жене Просто большое количество разочарования И поэтому я буду комментировать не его самого, а исключительно то, что он говорит И можете не писать в комментариях слова из серии Где Женя, а где я? Потому что вопрос сейчас не об этом Вопрос сейчас о том, что он говорит И о том, что то, что он говорит, противоречит научным данным Вот такие дела Давайте вместе посмотрим его ролик И я буду останавливаться И пояснять моменты Всех рад приветствовать на своем канале И с вами Дикий Лось Сегодня видео поделюсь с вами тремя способами Как быстро и эффективно убрать живот Убрать лишние килограммы, не выходя из дома Многие сталкиваются с такой проблемой, как лишний вес, выпирающий живот И от этого, несомненно, нужно избавляться Жир постепенно, месяцами, годами накапливается и распределяется равномерно по всему телу Отчего ощущается прирост в показателях на весах и ухудшается самочувствие Не хочу вас напрасно обнадеживать, ведь убрать живот и скинуть лишние килограммы не так уж и просто Но если вы решительно готовы привести свое тело в порядок и изменить свою жизнь к лучшему То сегодня без проблем я вам в этом помогу Небольшая нестыковка между словами Быстро и эффективно убрать лишний вес и жир И словами о том, что это сделать не так просто и накапливались они годами И действительно, единственный способ быстро похудеть Два Единственные два способа быстро похудеть Первый это отрезать себе что-нибудь Например, ногу Конечно, он хочет, чтобы мы отпилили себе ноги Тогда вот на весах сразу станет меньше веса Либо перестать есть вообще То есть урезав свои калории практически до нуля, тогда вы действительно очень быстро скинете Это создаст огромную нагрузку на ваш организм Огромные проблемы со здоровьем Но это позволит быстро похудеть Это единственные два варианта, которые возможны Других способов быстро похудеть не существует Способов быстро похудеть безопасно для здоровья не существует Это путь, который занимает месяцы И к этому нужно быть готовым С другой стороны, если вы даже будете худеть на полкилограмма-один килограмм в месяц То уже через год это будет 5-10 килограмм потерянного веса Причем потерянного абсолютно комфортно и без вреда для здоровья За два года это уже 10-20 килограмм И, собственно, вот вам и ваш желаемый результат на всю оставшуюся жизнь Которую легко контролировать, поддерживать и так далее Поэтому сама фраза «быстро похудеть» Это чисто хайповая штука, на которую не нужно вестись Начнем Итак, первый способ, он же самый важный На пути к нашей цели по сжиганию лишних килограмм Всегда было, есть и остается питание Но сейчас в видео я не буду вам рассказывать о правильном питании А просто расскажу о количестве калорий за сутки Поскольку количество употребленных калорий за сутки В итоге и определяет, набираете ли вы вес, либо худеете Вы просто забиваете в гугле «онлайн калькулятор калорий» Вносите туда свои данные И он выбивает вам необходимую суточную калорийность Существует множество формул для расчета калорий Я воспользуюсь рандомной Здесь стоит ввести возраст, вес, рост, а также вашу активность Из этой формулы следует, чтобы мой вес оставался без изменений Мне следует потреблять примерно 2880 калорий Если я хочу худеть, то мне следует урезать свой калораж на 500 калорий Что не так существенно Достаточно отказаться от сладкого, либо употреблять его в минимальном количестве Действительно в интернете очень много формул, которые рассчитывают Усредненные показатели потребности суточной человека в калориях Но как мы видим из той информации, которую сам лось забивает Это рост, вес, возраст и активность Что бы это ни значило Нельзя даже примерно оценить, сколько калорий нужно каждому конкретному человеку То есть какому-то среднему можно Но вот, например, лось при возрасте 30 лет и весе в районе 70 кг выглядит вот так И ведет, допустим, активный образ жизни Я могу найти другого человека, который тоже будет вести условно активный образ жизни Но при 70 кг он будет выглядеть вот так Из-за разницы в активности, из-за разницы в количестве мышц, из-за разницы в жировой массе, из-за разницы в общем уровне физической подготовки А, соответственно, в состоянии гормональной системы и так далее, и так далее Не буду сейчас в это все углубляться Эти два человека будут иметь совершенно разный уровень потребностей в калории Поэтому возраст, рост и вес Это показатели, которые вообще были взяты из статистического анализа и экстраполированы Поэтому там вот, если кто-то изучал вдруг многофакторные регрессии То там вот было несколько факторов Это возраст, рост, вес Можно найти оригиналы статьи Если у меня будет время, я размещусь в описании к ролику Откуда все это пошло И почему этому нет смысла доверять вообще никак Потому что я уже сказал Люди совершенно разные Три показателя возраст, рост и вес Не являются достаточными для того, чтобы определить ваш уровень потребности в калориях А если вы не можете определить ваш исходный уровень То отнимать или прибавлять что-либо к нему Тоже не факт, что даст какой-то результат Это просто практически гадание на кофейной гуще Только с небольшим научным оттенком Если вы хотели узнать, как выглядит псевдонаука То вот она выглядит именно как вот эти вот формулы потребности в калориях Поэтому смысла в этом нет Рекомендовать это кому-либо, кто хочет похудеть или начать контролировать Также не нужно Идея вот с этими формулами Она уже несколько десятков лет как ушла в небытие Ее тиражируют только люди, которые совершенно далеки от науки Но давайте смотреть дальше, что там будет поинтереснее Сам Лой сейчас будет об этом говорить Затем все, что вам нужно, это скачать любое понравившееся мобильное приложение Для подсчета калорий и обзавестись кухонными весами Вы рассчитываете количество потребляемых калорий за сутки И также здесь необходимо урезать именно само количество порций Все мы разные по своей комплекции У нас разная сфера деятельности У человека, который пашет 10 часов настройки Потребность в калориях колоссальная По сравнению с тем, кто работает в офисе Самое главное, друзья, старайтесь не переедать Уходите из-за стола с легким чувством голода Ведь в этом нам и помогает калькулятор калорий Как вам знать, сколько вам котлет можно съесть? Две, три, почему не пять? И вот сам Лой тоже понимает, что возраст, рост и вес Это недостаточное количество показателей Условная активность, чтобы там не было, это тоже недостаточно А брать чьи-то средние данные для того, чтобы использовать их на себя Это неэффективно как минимум Как понять, нужно ли вам есть две котлеты, три или пять котлет? Да, очень просто на самом деле И уже давно используется другой подход Вы вместо того, чтобы брать непонятную рандомную формулу из интернета Вообще лучше ничего рандомного из интернета не брать Вы просто подсчитываете с помощью, опять же, приложения по подсчету калорий Которые Лой здесь упомянул Свой рацион в течение одной-двух недель В зависимости от того, насколько он у вас разнообразный Для того, чтобы сформировать вот среднюю дневную свою потребность в калориях И вы будете знать в точности, сколько калорий потребляете именно вы и именно сейчас И именно уже от этой цифры вы будете вычитать 300-500 калорий И уменьшать свои порции соответственно При этом количество порций может быть любым Вы можете кушать 2 раза в день, 3, 4, 5 В зависимости от того, какой у вас образ жизни, график работы И как вам комфортно и приятно Главное, чтобы среднесуточное количество потребляемых калорий Держалось в заданной границе И тогда вы начнете худеть Это просто закон сохранения энергии Вот и ничего сложного Что касается не переедать Ну да, наверное, не стоит переедать за время приема пищи Потому что просто будет некомфортно потом Но глобально это не влияет на то, будете вы худеть или не будете На этот момент влияет только количество потребляемых калорий в день Пустим, с подсчетом калорий мы разобрались Но если вы действительно хотите, чтобы жир таял на глазах Жир не будет таять на глазах Как я уже сказал, это достаточно длительный и постепенный процесс Поэтому нет никакого смысла каждый день смотреть на себя в зеркало И каждый день вставать на весы и смотреть Похудели вы на несколько грамм или не похудели Просто следите за тем, чтобы ваши порции находились под верхней границей Вашего дневного рациона калорийности И все будет хорошо Взвешиваться чаще, чем раз в пару недель-месяц Нет никакого смысла вообще Тогда мой вам совет Исключите из своего рациона Мучные изделия, сладости, полуфабрикаты, газированные напитки, фастфуд Ведь такое неправильное питание вызывает раздражительность, слабость, быструю утомляемость Слабые физические показатели Во-первых, если все вышеперечисленное вписывается в ваше... Тут просто... Во-первых, все вышеперечисленное, если оно вписывается в ваш дневной рацион по калорийности Можно потреблять И вы все равно будете худеть за счет того, что вы урезали Общее количество калорий по сравнению с тем вариантом, который у вас был И при этом не нужно себе отказывать в каких-то вкусняшках Если они вам действительно нравятся Если вам хочется себя побаловать Главное, чтобы по калорийности это все в сумме проходило И насчет слабости Очень хотелось бы узнать, откуда у лося вот эта информация Откуда он ее просто взял Потому что даже свидетельство людей, того же самого Ганнибала Ни о какой слабости, разодражительности, утомляемости, слабых физических показателей здесь нет Конечно, не все калории равны Конечно, какие-то продукты лучше, какие-то хуже Но говорить о том однозначно, что вот это вот все очень плохо, ребят Это демонизация продуктов Это демонизация сахара Это демонизация мучного И это все равно, что говорить, что надо отказаться от молотка Потому что им можно ударить по пальцам и вам будет больно Это не так работает Поэтому если нравится, кушайте Главное следите за калорийностью В итоге можно сказать Для того, чтобы нам худеть, нужно урезать калории То есть создать дефицит И вы начнете худеть, произойдет чудо Закон сохранения энергии это не чудо, это физика Но в целом он сказал все правильно Да, вы урезаете количество калорий В организм поступает меньше энергии Соответственно, он начинает использовать ту энергию Которая уже в нем запасена Это очевидная вещь, по-моему Второй очень значимый пункт И он же способ, как убрать живот и быстро похудеть Это поддерживать водный баланс Еще раз, быстро похудеть Есть только два способа Я про них уже рассказал Других способов быстро похудеть нет И водный баланс тоже вам не поможет Я уверен, что многие, кто сейчас смотрит это видео Потребляют недостаточное количество чистой воды Ведь я сейчас говорю именно о воде Не о каких-то напитках в виде чая, кофе или газировки А именно чистой воды Почему? Жень, чем тебе не понравился чай, кофе или газировка? Неужели ты до сих пор веришь в мифы о том, что их нельзя считать за количество потребляемой воды? Потому что, например, вот это вот исследование еще в 2000 году Доказало, что они имеют точно такое же влияние на организм в плане количества воды, как и обычная вода Неужели ты его не читал? Откуда ты вообще взял эту информацию про то, что их нельзя учитывать? Вообще, очень большая просьба ко всем этим блогерам и фитнес-инфлюенсерам Когда вы делаете какие-то подобные безапелляционные заявления Пожалуйста, указывайте свои источники Потому что та же информация про то, что человек пьет недостаточное количество воды Я уверен, берет источником свою книгу 19 века Я об этом уже рассказывал в одном из своих роликов Вот здесь или вот здесь по ссылке можете посмотреть Это очень смешно и грустно, что до сих пор люди продолжают тиражировать эту ерунду Если вы будете употреблять достаточное количество воды, то вы ускорите свой обмен веществ А значит быстрее распрощаетесь с ненужными килограммами Когда вы ускорили свой обмен веществ, ваш метаболизм повысился Это значит, что пища теперь будет сгорать намного быстрее И вы будете прощаться с ненужными килограммами Вот так выглядит метаболический цикл, метаболизм человека Очень хотелось бы узнать у лося Что конкретно здесь будет ускоряться, увеличиваться, повышаться Я не знаю, что еще На сколько процентов и вообще откуда ты это берешь Да, естественно, вода является катализатором огромного количества химических реакций И недостаточное количество воды отрицательно сказывается на разных процессах Происходящих в организме Но говорить о том, что с помощью дополнительной воды Или с помощью нужного количества воды Можно что-то там значительно ускорить и повлиять на похудение Это очень сильное, очень сильное преувеличение Если вы живете в нормальных условиях Если вы не где-нибудь там в пустыне Сахаре И если вы не чувствуете серьезные потребности в воде Если вы не чувствуете жажды Если у вас нет каких-либо других ощущений в организме То, скорее всего, вы действительно потребляете достаточное для себя количество воды Также приятный бонус Когда вы потребляете достаточное количество воды Вы меньше чувствуете голод Да, это есть такое, потому что вода заполняет определенный объем вашего желудка Хотя она очень быстро проходит через него И вы чувствуете сытость В принципе, как такой лайфхак для уменьшения количества калорий Может сработать Почему нет? Итак, ну мы говорим про достаточное количество воды А что это такое? Сколько же все-таки нужно потреблять каждому человеку воды в сутки? Самый простой ответ на этот вопрос Столько, сколько хочется Потому что человеческий организм за сотни тысяч лет эволюции Разработал отличный механизм под названием жажда И когда вам хочется пить Если вы не достигли еще крайнего истощения А вам просто хочется пить Это значит, что организму нужно попить Вы попили, жажда прошла, вопрос решен Многими принято считать значение 30-40 мл воды на 1 кг веса Но я хочу поделиться с вами более точной формулой Для мужчин это значение Собственный вес, умноженное на 0,035 литров Я не знаю, как у вас сейчас математикой На 0,035 литра это ровно 35 мл То есть ровно промежуточное значение между 30 и 40 мл Это ровно то же самое Просто он взял среднее значение вместо двух крайних Но чтобы вы понимали Эта разница между двумя значениями равна всего лишь одному стакану граненому воды То есть на один стакан больше выпили Вылетели, вылетели значение Для женщин собственный вес, умноженное на 0,031 литра И так мы получаем, что для моего веса 75 кг 2 литра 600 мл Хочу обозначить, что это усредненное значение То есть это именно тот объем воды, который я должен выпивать в течение суток Но нужно учитывать еще возраст, физические нагрузки Например, если вы часто делаете изнурительные тренировки Или бегаете на длительные дистанции То ваш организм нуждается в большем количестве воды Ну то есть он сам подтверждает, что в принципе Это не то, что это то количество, которое он должен выпить Это то количество, которое кто-то решил, что нужно человеку выпивать Опять же, в ролике, ой, я даже не хочу это еще раз комментировать В ролике про воду, про этот миф я уже все разбирал Все объяснял, почему это полнейшая лабуда Рассказывал, откуда идут корни вот этой ерунды И она абсолютно научно не обоснована Нет ни одной научной публикации, в которой обосновывается такое количество воды Необходимое для потребления Делайте выводы сами У вас возник вопрос, а что делать, если пить не хочется? Мне тоже часто пить не хочется Если пить не хочется, то и не нужно С другой стороны, выпить дополнительный полстаканчик воды, сока, чего угодно В течение дня можно И количество в 2-2,5 литра это не такое большое на самом деле Но вот прям заставлять себя пить Только потому, что какое-нибудь там приложение Или какой-нибудь фитнес-блогер без образования Хорошо, образование это не критерий Без ссылок на научные источники Говорит вам, что вам нужно пить такое количество воды Это нет, не нужно этого дела Но в течение дня минимум 2-2,5 литра все равно выпивают И вам советую, попробуйте пить больше воды И вы однозначно будете чувствовать себя лучше Но сейчас уже пора перейти к третьему способу Я тоже хотел так сделать Но я боюсь, что нет Люди вокруг не поймут, если я вдруг разденусь тут И начну рассказывать вам про питание Третья вещь, не менее важная, это тренировки Это спорт Невозможно с помощью тренировок похудеть Это еще один важный момент, который я хочу, чтобы вы запомнили Невозможно Даже если вы будете час тренироваться упорно, усердно на турниках Брусик, отжимания, потягни приседания То один-два кусочка пиццы, съеденные после этого Полностью восполнят ваши энергетические потери Чтобы вы понимали, насколько это тяжело То есть нужно разделять два момента Первое, похудение И оно достигается исключительно за счет питания За счет регулировки, нормализации своего уровня потребления калорий Если вы хотите похудеть, вы его уменьшаете Если хотите набрать мышечную массу, вы его увеличиваете И только так Тренировки, с другой стороны, дают результат в плане силы, выносливости, ловкости, гибкости Чего угодно То есть вы развиваете качество Вы не влияете напрямую на свой вес Но вы делаете акцент на то, каким будет функциональным этот вес Потому что, например, пауэрлифтеры, они очень мощные Они очень серьезно тренируются Они за тренировку тратят огромное количество калорий Но потом они их спокойно заедают Это вообще без проблемы Поэтому, ну сейчас Лось об этом скажет тоже Без спорта вы никогда не обретете тело своей мечты Даже на дефиците калорий Вы просто похудеете Но у вас будет дрябло и обвисшая кожа Я говорю про обычную физкультуру Да, да, это вот действительно так То есть если вы хотите подтянутое, здоровое, спортивное тело Там с мышцами, с рельефом То для этого нужно тренироваться Если вы просто хотите похудеть Для этого нужно питание Если вы думаете, что вы можете тренироваться и вы похудеете Не считая калории То однозначно сказать нельзя Гарантию результата дать нельзя Гарантия будет только в том случае Если вы контролируете разные элементы То есть если вы не меряете калории То в некоторых случаях отдельные люди Они с помощью тренировок действительно создадут себе дефицит При этом они не начнут есть больше вдруг, да Не будет у них голода И они похудеют Другие люди не похудеют Все, кто считает свое количество калорий Те худеют Вот 100% людей, которые считали свое количество калорий Следили за этим детально Все записывали Ввели дневник питания Похудели 100% людей, которые при этом еще и занимались физической нагрузкой Тренировались Обрели более спортивное, потянутое тело Стали лучше себя чувствовать Стали чувствовать себя более молодыми Это вот, да, это есть Которую вы должны делать хотя бы 3 раза в неделю Для поддержания своей формы и тонуса Сейчас я хочу продемонстрировать для вас уже готовый комплекс в домашних условиях Который подойдет абсолютно каждому Все, что я хочу показать Это правильность выполнения этих упражнений И то, что за тренировку нам нужно выполнить 10 таких кругов Теперь по комплексу, который мы будем выполнять Состоит он из 4 упражнений По 10 повторений каждое Первое, это отжимания от пола В элитных военных подразделениях мира Такой комплекс из 10 кругов Выполняют примерно за 7 минут Попробуйте выполнить его хотя бы за 20 минут Затем 10 подносов ног к рукам Они еще также называются лягушками Между упражнениями отдых не предусмотрен Только между кругами И то по самочувствию Но не более 1 минуты Теперь 10 пресс 10 И заканчивается 4 упражнение 10 разножек Отлично! Выполнили 4 упражнения по 10 повторений И это только 1 круг А нам нужно выполнить таких 10 кругов Да, безусловно Это будет непросто Но зато это можно будет считать полноценной тренировкой Что я могу сказать про эту тренировку Тренировка как тренировка Новичкам ее однозначно не следует выполнять Потому что такие упражнения, как Выпады в разножке со смены ног в прыжке И лягушка Это не то, что может делать неподготованный на человек Также, скорее всего, у большинства людей Не хватит просто силы мышц пресса Для того, чтобы выполнять складку правильно И это в худшем случае приведет к травме В лучшем случае это просто не даст никакого результата При этом в этой схеме При этом также стоит отметить Что в этой небольшой программе Абсолютно отсутствуют любые тяговые упражнения Для мышц сгибателей рук И для мышц, что еще более важно, спины Что делает эту тренировку неполноценной И, как минимум, я бы, наверное, заменил бы здесь пресс На подтягивания, хотя бы австралийский И сразу это сделает комплекс намного-намного более эффективным 10 кругов это достаточно много Особенно для новичков Стараться сделать это за 7 минут вообще не нужно Потому что ваша главная задача В первую очередь, если вы делаете это для мышц Делать упражнения правильно Делать упражнения эффективно И делать так, чтобы ваши мышцы находились Как можно большее время под нагрузкой В каждом повторении А если вы делаете упражнения на инерции То вы уменьшаете это время И, соответственно, делаете каждое повторение менее эффективно Собственно, может быть, поэтому нужно 10 кругов делать Можно было бы ограничиться меньшим количеством кругов Но если делать их действительно для мышц, а не для повторений Ну, это тема для отдельного ролика Потом расскажу А здесь мы уже заканчиваем Ролик заканчивается, так что Которая действительно нам поможет Убрать наш живот и привести форму Нет, это нельзя считать полноценной тренировкой Если вы не планируете делать ничего другого Я так понимаю, что план только 3 раза в неделю делать вот это Потому что, еще раз Не работают мышцы спины Если вы будете качать только грудные мышцы То вы обрекаете себя на развитие вот этой вот сутулости Потому что все упражнения Очень желательно, настоятельно, прям рекомендуем Балансировать по нагрузке То есть, если вы делаете отжимания То обязательно нужно делать подтягивания Для того, чтобы спину себе распрямлять обратно И не сутулиться Это простая очень логика Выполняя такие упражнения Вы просто бешено разгоняете метаболизм Ничего Вы не разгоняете Еще раз, Жень Пожалуйста, предоставь ссылку Хоть на какие-то научные исследования Которые говорят, что метаболизм Разогнался после такой тренировки Очень хотелось бы Увидеть, как вот именно разгоняется метаболизм Как прям химические реакции начинают быстрее протекать Я не знаю, что Что понимается под этим Мы очень часто используем понятием Разгон метаболизма Потому что Не сталкиваюсь Не сталкиваюсь Нет такого научного термина Как разгон метаболизма Поэтому еще раз Заявление сильное Да, давайте Давайте источники Я хочу увидеть источники Я хочу посмотреть на исследования Откуда вы это все берете И спустя некоторое время После окончания тренировки Ваше тело все еще продолжит сжигать подкожный жир Друзья, большое спасибо, что посмотрели данное видео Надеюсь, оно было для вас полезным Желаю обрести вам тело мечты Ну, а рекомендации к этому я приложил С вами был Дики Лось До скорых встреч Пока-пока Не продолжит оно сжигать Это вообще не жиросжигающая тренировка Высокоинтенсивные тренировки Только блогеры фитнес Не образованные Называют жиросжигающими Потому что в действительности Вам нужна очень длительная Низкоинтенсивная Кардионагрузка Для того, чтобы начать сжигать подкожный жир Я сделаю об этом Обязательно отдельный ролик Но просто в 2022 году Нести чушь, которую Тиражировали в 70-80-х в Америке Это дикий фейл Особенно, когда у тебя 2 миллиона подписчиков Которые подписываются на тебя Чисто Из-за твоей формы Очевидно Потому что надеются Стать такими же И вот я смотрю этот ролик И понимаю, что Ребята, вы никогда Такими не станете Потому что лось стал таким Не благодаря тому Что он рассказывает Опять же Никакого хейта Относительно Самого Жени у меня нет Чисто я критикую То, что он говорит Потому что это Просто дикая чушь Так, здесь начинается дождь Поэтому пора заканчивать Если вы только начинаете Свои тренировки И хотите привести себя в форму И страдаете, допустим От лишнего веса И хотите делать это безопасно То не надо Не надо Следовать тем рекомендациям Которые лось здесь разместил Они вам ничего Скорее всего не дадут Есть программа Сотков Которые пошаговые Просто план инструкции И буквально за ручку Ведут с первого до сотого дня И она вот уже опробована С сотнях тысяч людей Со всего мира И она всем дает результат И она не просто дает Непонятную информацию Без каких-то подтверждений А вся информация в программе Взята из научных источников Везде даны ссылки на эти источники Вы можете сами посмотреть Заодно разберетесь Как работает ваш собственный организм Это очень и очень полезно В общем и целом Разочарование Второе Второе уже разочарование В лосе И на этот раз Прямо очень сильное разочарование Потому что Я честно скажу Что я не думал Что можно С такой ересью Ересью Я просто сейчас Читаю историю Заката и упадка Римской империи Поэтому у меня там тоже Да Арианская ересь Сейчас во времена Константина Не будем отвлекаться На римских императоров Все это давно опровергнуто Все что он сказал Уже давно доказано Что это Что это Не соответствует действительности И поэтому Зачем Просто следуя подобным советам Вы будете тратить время Без какой-либо гарантии Получения результата В общем Грустно Грустно Если вы знаете Еще каких-нибудь Фитнес Блогеров Инфлюенсеров С большой количеством С большой С большой аудиторией Которые делают Подобные видео Скиньте в комментариях Я посмотрю И если действительно так плохо Наверное Надо начинать делать Рубрику Видеореакции Потому что Ну блин Надо бороться С мракобесием Как бы Особенно Когда оно из уст Вот таких вот ребят С очень крутым Накачанным телом Прямо И все хотят быть На них похожими И повторять за ними И они не понимают Что Для этого нужно делать Немножко другие вещи Вот Такие дела С вами был Антон Когда-нибудь Я тоже Накачаюсь Да Я просто Я просто Когда начинал Тоже Слушал советы И информацию От всяких Подкачанных ребят Думал Что она имеет Ценность От того же Грега Плита У него прям Куча роликов В которых Такая чушь Говорится Вы не поверите И понятно Становится Что результат Который он получил Он получил Не благодаря этому И это очень Очень грустно Грустно Что все это продолжается Грустно Что Это вот Фитнес-зараза Из фитнес-индустрии Проникла в воркаут Вместе с Легкими деньгами Вместе с ютубом Эх Ну это может быть Просто старость Во мне говорит Сами понимаете Я уже не молод Вот Так что В общем Вот так Все До встречи в следующих роликах Пойдем по тренеру Бицепс Где мой бицепс Нет бицепса Нет Нет у меня никаких Мышц на расслабоне Вот если бы я напампился Тогда бы они были А так Никто не Никто не будет Смотреть это видео